Девчонки, всем привет! У меня уже, наверное, полгода висит заявка, как сделать высокий хвост, вот как я делаю его. Делаю элементарно, и это зависит от волос, когда они в каком состоянии. Если они чистые, то получается один высокий хвост. Если они не совсем чистые, например, им один день, два дня, то получается совершенно другой хвост. Но вот в данный момент моим волосам где-то день, то есть я их мыла позавчера. И сейчас я покажу, как я делаю высокий хвост. Для этого мне понадобится расческа, и вот у меня тут три резинки. Я почему-то взяла три резинки, для того, чтобы вам показать, что структура волос и вообще густота волос у каждого разная. Если, например, у вас волосы, как у меня, редкие, то есть как редкие, ну, тоненькие, то подойдет и такая резиночка в виде спиральки. Если у вас более густые волосы или вы хотите сделать гульку, то надо брать очень плотную резинку, чтобы она здорово держала вашу копну волос. И есть еще вот такие вот резинки, когда у вас прям совсем много-много волос. Поэтому выбирайте для себя резинку и начинайте зачесывать волосы наверх. И еще один момент. Если вы хотите сделать более повседневный хвост, то можно даже не пользоваться расческой, просто собрать волосы. Но это тоже зависит от длины ваших волос и от структуры вашего волоса. Я иногда так пользуюсь. Я просто беру вот так вот руками и начинаю поднимать волосы просто вверх. Если у вас чуть-чуть волосы вьются, вообще классно, потому что можно использовать вот эти вот волосики, вот так вот выпускать. У меня волосы не вьются, поэтому у меня это смотрится как будто я давно не расчесывалась. Итак, берем резинку и просто поднимаем, поднимаем, поднимаем и делаем хвост. И в основном, что вам нравится, это не просто хвост, вам нравится, как я поняла, как мне описали, это когда здесь есть вот такой вот из волос бугорочек. Его легко очень сделать. Вы просто вытягиваете волос. Это можно сделать с помощью расчески с хвостиком, а можно сделать просто с помощью рук. У меня не всегда получается сразу с первого раза, поэтому иногда я переделываю хвосты, пока у меня не получится. Вот. Так как у меня сейчас волосы чистые, то сделать именно прям идеальный хвост у меня не получится. Зато у меня получается повседневный хвост, такой вот как под джинсы, под футболку. Но если вы хотите сделать такой нарядный хвост, то, конечно, нужна расческа и нужна другая резинка. Сейчас я вам покажу. Для того, чтобы у вас получился хвост без петухов, ну, лично я так пользуюсь, мне надо опустить голову вниз. Вот так. Ну и для этого, естественно, нужна резинка поплотнее. Берем часть волос, такую небольшую, и оборачиваем вокруг нашего хвоста, чтобы спрятать резинку. Начинайте вытягивать волосики вот здесь вот на гребешке. Каждый может сделать так, как ему нравится больше, кто-то больше, кто-то меньше. Это тоже зависит от, может сказать, строения черепа и от структуры вашего волоса. Это, например, моя такая, знаете, самая быстрая прическа, чтобы был хороший внешний вид, но и при этом не затратно по времени. Вот так вот получается мой хвост. Надеюсь, что это видео вам пригодилось. Девчонки, что еще хотела вам рассказать, показать, на всякий случай, вдруг кто-то собирался покупать, то мне прислали на обзор вот такое вот средство. Сейчас, секунду. Вот. Это капсулки для волос. Сейчас сфокусируется. Света просто мало в ванной вечером. Бали секрет. Вот. Здесь 40 капсул. И, в общем, тут много чего написано, что очень классные средства и тому подобное. Я не советую его покупать, потому что я нанесла три раза после того, как искупалась. Ну, то есть волосы помыла. На влажные волосы надо наносить по всей длине это масло. У меня, как видите, очень много разных масел. Очень много, просто разнообразных. Есть вообще мои любимые масла. Вот масла. То есть мне есть с чем сравнить. Мне не понравилось. Мне не понравилось, потому что у меня волосы стали как пакля. Просто как... Ну, сейчас вам покажу. Ну, вот смотрите, да. Это как, я не знаю, как солома какая-то. Я понимаю, что мне уже надо подстричь кончики, но когда я наношу, например, другое масло, даже, ну, я не знаю, от... Не знаю, вот это вот даже самое... Самое, можно сказать, простое, которое есть... Сейчас вам скажу фирму. Велла, по-моему. Да, Велла. Вот. Видите? Самое обычное, по сути, бюджетное. И то оно гораздо лучше, чем вот это. То есть мне попросили сделать честный обзор. И я вот вам честно признаюсь, что мне не понравилось. Вообще не... Посмотрите, ну, это капец какой-то. От того, что у меня волосы вот в таком состоянии, мне хочется быстрее их обрезать. Когда я наносила другие масла, у меня не было мысли быстрее их обрезать. Ну, то есть моим волосам не подошло. Если кому подошло, классно. Но я такая, что готова даже вернуть им обратно. Это масло. Поэтому не получилось у нас дружбы с этим маслом. Так что, если будете покупать, то подумайте несколько раз. Пока у меня малой кушает, я решила вам сделать такой маленький бьюти-обзорчик тех продуктов, которые мне очень нравятся. И в Инстастори сейчас все это снимала. Там, конечно, информация держится всего 24 часа. Но для тех, у кого нет Инстастори, или, может быть, кто-то не подписан на меня, или не смотрит. В общем, решила еще и на канал рассказать вам более чуть-чуть подробно. Итак, вот это вот три средства, которыми я пользуюсь, наверное, уже неделю, и только ими. То есть наношу макияж только вот этими средствами. И мне очень нравится. Выглядит очень естественно, свежо. И, ну, не знаю, очень нравится. Так, первое средство, которое я просто, наверное, в диком-диком восторге, это консилер от Буржуа. У меня второй оттенок, мне он подошел по цвету, хотя, когда я купила, я покупала через интернет, и, можно сказать так, на глаз поняла, что мне второй оттенок нужен. Подумала, что он будет мне темноват. Нет, он действительно идеален для меня, для моей желтоватой кожи. В общем, классный консилер, и называется он Radiance Reveal, по-моему, правильно. Вот, пишет, что 24 часа. В общем, что он очень такой, типа, классный. Действительно, он классный. По отзывам тоже почитала. Я все это покупала на сайте, где, боже, как он называется, Makeup.ua, я уже говорила, по-моему. Хочу, чтобы они с блогерами сотрудничали. Они не сотрудничают. Ну, ладно, покупаю сама. Вот, очень классный, поэтому обратите внимание. Рекомендую. Дальше. Тушь для ресниц. Представляете, я начала изменять своей туши от Maybelline Lillow. Мне просто чуть-чуть надоело. Мне эффект нравится, но просто, знаете, хочется каких-то изменений, чего-то хочется. Новенького. И вот у меня есть Fatal от L'Oreal. И, вы знаете, я прям в восторге. Они очень похожи. Также хорошо прокрашивают реснички и не отпечатываются. Для меня это очень важно. Так что, если вы выбираете тушь, у вас закончилось, попробуйте эту. Я думаю, что вам она понравится. И вот этот вот бальзам для губ BB от L'Etoile. Он у меня уже давно. То есть, я покупала в магазине, наверное, несколько штук разных и себе, и Доминики. И вот именно этот оттенок, он подходит мне как для щечек. Я использую как тинты. Вот. Сейчас мы посмотрим. Оттенок 206. Чоколад. И на губы. То есть, получается, что очень-очень удобно. На губы нанесла и нанесла на щеки. И получается эффект такой, знаете, влажного лица. Да, солнышко? Папе, маме. Папе, маме, ты все такой грязненький. Мама. Кушает шоколад. Ну, как творожок шоколадный. И что я говорила? Говорила, Демушка меня сбил, солнышко. Получается, что используя его как тинт на щечке, получается такой влажный эффект. Мне очень нравится. Поэтому, если вам тоже нравится этот эффект, такой, знаете, как с хайлайтером, то сияние придает. Короче, очень классно. Так, об этом рассказала. И сегодня я была в офисе и купила определенные продукты. Хочу вам о них рассказать и показать, потому что цены сейчас одни, а потом цена вырастет на 14%, потому что курсы растут. И, в общем, если вдруг вам что-то надо, то покупайте до февраля. Я купила линейка Цайгард. Такие губки под глазки. Я тут специально вот открыла справочник по продукции. И здесь есть описание, что он дает. Я не буду читать полностью все. Самое главное вообще, что повлияло на покупку для меня. Я не высыпаюсь в последнее время. Кстати, девчонки, скажите мне, как вы спасаетесь от бессонницы? У меня в последнее время такая бессонница, что мне даже не помогает барбовал. Обычно всегда помогал, но нельзя его часто принимать. Привыкание будет. Поэтому я не знаю. В общем, таблетки не хочется пить. Я, в принципе, устаю. Но у меня такая дикая бессонница. И у меня синяки под глазами такие прям круги. Я вот думаю, может быть, мне эта вещь поможет. Сейчас покажу, как она выглядит и что она дает. Это, в общем, на основе саблюмированного коллагена. Тут есть гелиуроновая кислота и способствует разглаживанию мимических морщин. Молекулы коллагена помогают удерживать влагу в коже и стимулируют регенерацию пептиды. Это как бы очень-очень хорошо. И цена... Сейчас я вам расскажу про цену. Тут две штучки под глазки, то есть на один раз. Вот это специальное средство. Мы пользуемся раз в неделю вроде бы. Ну, по описанию я купила вот целую упаковочку. Здесь четыре штучки для себя и для мужа. Я хочу и на нем попробовать. Знаете, со стороны, как говорится, виднее. Конечно, и на себе попробую, но на нем будет тоже хорошо. И цена у него сейчас 699 гривен. Привет! Какой будет от них результат, я не знаю. Я расскажу, если мне понравится. Вот, но я очень на них надеюсь и очень рассчитываю. Что еще я купила? Я купила пробники. Пробники мужу. У мужа был этот крем платином. Это мужской крем. Тоже линейка Цайгард. Вот, но есть еще тут пробники, которые я не пробовала. И вот взяла специально много для того, чтобы наносить именно вот этот вот крем и понять, подходит он мне или нет. Он тоже, извините, я к Цайгард. Он не дешевый. Тут дневной и ночной. Вот. Для того, чтобы понять и купить, если мне подойдет. Вот так идем и рисует. Папа и маме. Пальчиками и красками. Пук-пук-пук. Пук-пук-пук. Сердечко показывает, говорит, маме, папе. Папе, маме. Да, идем? И нос у нас тоже в краске. Все у нас в краске. У нас только что на полу тут краска была. Все перевернулось, все упало. Мы от него подальше их запрятали. Сегодня купила я ему такие краски пальчиковые. Но они дорогие. Не знаю. Других просто не было. Я не знаю, чем они... Почему они дороже? Они немецкие. В общем, короче, сделала попробовать. Может быть от того, что здесь есть формочки. Четыре вот эти вот красочки. А они тут не полные. Вообще чуть-чуть. Стоит сыгре. В общем, как-то... Пойду помою. Они так быстро заканчиваются, эти пальчиковые краски, что надо подешевле все-таки брать. Ого! Ого, да! Много всего Дема нарисовала. А что Дема нарисовал? Покажи маме. Папа, мама. Папа, мама. Сердечко это папа, мама. Анику рисовал? Да. Где Ника, покажи. Покажи, где Ника. Вот. Вот. Это. Где? Сердечко вот это, да? Папа. Папа. А мама где? Мама. Это мама. А Ника где? И тут Ника. Все, с папой Ника. Ники, смотрю, тоже очень нравится. Да, Николь? Да. А сейчас будут красивые сердечки я сделаю. Красного цвета. Стой. Мой. Нет, стой. Это не для этого. Мой, как красиво. Мой. Вот так вот, смотри. Это делается вот так вот. Идем, пойдем спать. Мойцы спать. Пойдем? Нет, нет, нет. Что ты говоришь? Тихо. А, Дема, скажи бегать. 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 Сегодня такая солнечная погода. Было много снега. Детвора гуляла. Такие прикольные. А теперь внутри можно сердечко зарисовать. Да. Так, буду их потихоньку забирать. У них творчество. Купать и спать. Ого! Ого! Ничего себе, сколько сердечек. Девочки, помните, давно я вам рассказывала, что я купила на подарок воспитателям вот такие вот деревянные, как их назвать, корзинки, коробочки. Можно их украсить, то есть сделать декупаж. Можно оставить так, в общем, не знаю. Для чего я их купила? Дема не ходил в детский сад перед Новым Годом. И вот пошел только сейчас. И я хотела поздравить воспитателей. Ну, как поздравить? Хотела как-то оригинально. Поэтому я купила у нас два воспитателя. Я купила вот такие коробочки, как я уже сказала. Здесь у меня косметические средства. Я их положу в эти коробочки и засыплю. Сейчас заеду в магазин, куплю мандарин. Так как я хотела перед Новым Годом поздравить, мандарины были бы кстати. Да, это мандарины вообще, ну не знаю, новогодний такой фрукт. Поэтому не знаю, как сейчас сделаю. Ну, наверное, лучше всего мандарины. Засыплю мандаринами, положу фрукты и куплю шампанской конфетки для нянечки. И вот поеду сейчас за Демой и поздравлю их. Конец, ну не конец, а почти конец января. Января, а я тут с новогодними подарками. Причем это как идея. Это ж можно надарить вообще кому угодно. Купила я это в Art Mart. Вот эти вот деревянные. Вот они у меня. Их только что с пленки подоставала. И для тех, кто занимается декупажем, вообще, мне кажется, красота. Их можно использовать для дома как угодно. Поэтому это тоже подарок. То есть не только косметика, которая будет внутри, но и вот сама эта коробочка. Все, поехала. Видите, мы багажник. Знаете, как у женщин. Все на свете тут есть. Коляски всякие, там штуки. Работа ЛР-овская. Здесь тоже у меня много-много есть чего. Тонометр вложу за собой. Кто спрашивал, как я измеряю давление. В машине всегда есть тонометр, а я в основном всегда возле автомобиля. Девочки, сейчас была на новой почте. И прямо в машине раскрыла коробочку. Я не удержалась. Решила я вам показать. И в сторис уже сняла. Заказала крем от Gen De Stray. Это моя любимая марка. И я выбирала разные-разные крема. Хотела попробовать. И все равно вернулась к Gen De Stray. Мне нужен был... У меня питательный есть крема. А мне нужен был увлажняющий. Потому что я вот вечером умылась, например, или искупалась. Наношу крем. И мне недостаточно. У меня такое ощущение, что у меня кожа все равно сухая. И стягивает. Вот такое ощущение, что стягивает. Этот крем, он очень-очень... Там как-то даже такое описание есть. Я сейчас вот... У меня тут даже есть... Описание каждого крема. Он дает там сумасшедшее увлажнение. Поэтому буду пробовать. Я заказала 100 миллиграмм. Хотя там было 50. Но мне кажется, 100 мне будет в самый раз. Тем более скоро весна. Увлажняющие крема, они круглогодичные. Многие писали, что надо пользоваться... Я когда-то выкладывала... По-моему, собрайся со мной, что-то такое. И говорила о том, что днем, зимой надо наносить... Ну вот утром вы умылись. Что надо наносить питательный крем, а вечером увлажняющий. Мне начали писать, нет, наоборот. Девочки, зимой мы пользуемся утром обязательно питательными кремами. Нельзя выходить на улицу на мороз с увлажняющим кремом. Вы сразу высушите свое лицо, и оно будет беззащитным. Поэтому увлажнение мы используем зимой на ночь. Как раз работают смены погоды. То есть из мороза вы входите в теплое помещение. И вообще в теплом помещении, когда работают кондиционеры, именно я имею в виду на отопление, вообще работает отопление. Оно очень сушит нашу кожу, и надо увлажнение. Вот этот крем будет спасать меня. И тут у меня три пробничка. Три таких маленьких, но их надолго хватает. Вот этот вот очень классный. Он дает, у меня тут даже есть описание. Сейчас. Вот. Он дает восстановление упругости и эластичность. Я уже им пользовалась. У меня была полная версия. И когда есть пробники, тоже классно. Также есть вот такой вот пробничек. Он тоже очень классный. Я вообще все крема люблю. Мне почти все подходит. Из Жендестре. Конечно, я не все пробовала, потому что, ну, понятное дело, что я покупаю только то, что моей коже необходимо. Но тут есть вообще разное-разное все. Но все не могу купить. Я бы, наверное, и хотела. Эта марка очень дорогая. И купить ее можно, в принципе, не везде. Это косметологи пользуются в салонах. Купить можно только в офисах. В общем, ладно, не буду вам голову забивать. Расскажу. Просто если вдруг вам интересно, то я думаю, что в интернете вы все равно сможете найти, где купить. Если надо, могу рассказать, где я покупаю. Но это тайна, если честно. Ну, тайна в плане как тайна. Я вам тайну раскрою, но так на руки. Если вы не косметолог, то вам никто не продаст. Так вот, этот крем, он вообще очень классный. Вот тут написано предупреждение, да, старение, блеск, красоты, витамины. Вот именно этот крем, он высоконасыщенный витаминами пробуждающий. Сейчас он просто необходим зимой. Ну, вообще всегда крема такие необходимы в любое время года. И вот этот вот крем. Я еще не смотрела тут описание ему. Я его не покупала ни разу. И еще у меня в пробнике его тоже ни разу не было. Поэтому буду пробовать, посмотрю, как он. Пока он не indigenous. Как они Done. Продолжение следует...